Там еще накидали пачку сразу всяких плюшек, ну, типа, если у тебя, например, устроены сотрудники, ну, то есть попытка поддержать разные там слои, с точки зрения предпринимателей там у нас же совсем беда, то есть если, например, у тебя какой-то бизнес, завязанный на какой-нибудь аренде, не знаю, ресторан, не знаю, кафе с регулярными расходами, и тут тебя объявляют внепланово просто в рамках одного дня, что, извините, неделю вы работать не будете, ну, в приказном порядке, то есть ты же не можешь легально работать вообще, то тяжело может быть, зависит от того, насколько у тебя там резервы хорошие. Вот, и они сделали на какое-то время, пока непонятно какое, с 30 до 15 процентов налоги сокращаются, кажется, соцвыплаты сокращаются, если у тебя устроены сотрудники, получают ЗП, они ниже прожиточного минимума, вот, посмотрим, как это как-то скажется. Нас выделили всем предпринимателям, которые, ну, вот как ты говоришь, маленькие предприниматели, скажем так, сразу деньги за два дня перевели уже все, там, по 30 тысяч евро, по-моему, каждому. Что? Чтобы они покрыли, вот, расходы, аренду. Класс. Вот нам бы так лучше, деньги сразу. Я тоже, я тоже стал этим как предпринимателем, но мне, наверное, не прийдет. 30 тысяч евро. Ты чего? Я сказал, я стример. Ну, что? Ладно, что, что, сколько? Там сразу, нифига себе, маленькие предприниматели, которых за два дня потери 30к. Не, надо изучить, конечно, этот вопрос. Вот, например, кто, как парикмахеры, им тоже всем, и зарплату перенимает государство, чтобы людей не увольняли. Россия выделит на программу помощи от края-нервисов и бизнесовым гражданам, что там, 4 миллиарда долларов, Япония 193 миллиарда, Испания 200 миллиардов, Британия 230 миллиардов, США все. Вон, Германия, смотри. Германия, Германия. Нифига себе. Не, у нас, у нас все плохо тогда. У нас все плохо. Просто, потому что у нас срезают налоги, а вам тупо деньги дают. Хотя у вас налоги конские. Тоже. Не знаю, какая часть из них уйдет туда, но я бы деньгами взял. Ну, это и плюс больших налогов. То есть, ну, плюс больших налогов, то есть, ну, в нужный момент возвращают назад. А этим, как его называют, заводом, там, по-моему, еще не приняли, но они хотят принять электричество бесплатно. На это время, типа, ну, который производит нужные вещи. Ну, первой необходимости, видимо, да. Зато чехи сперли у нас куча масок. Стоп, почему у вас? Маски же не к вам ехали. Или они у вас тоже сперли? Германия. У нас тоже сперли. Германия такая, что? Подожди, это через... Или это Польша была в прошлый раз? Не-не, Чехия. Чехия. Второй раз. Один раз Чехия, а один раз сперли эти. Как там. В Африке тоже там, это, на полпути они просто конфисковали и себе забрали. Такая прохладная. Я такой думал, блин. Я моим рабочим обещаю, все, будет вам маска. Все, все. Ну, звоним, заказываем. Да, звоним. Да, изи, маски будут. Через три недели. Эй, три месяца. А где маски? А их уже нету, типа. Они даже не приехали в Германию. Изи. Ладно, все, смотрим. Да, 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 да. Undead, Creeped, Xlord. Xlord играет старую мету, EPS-овскую, то есть, быстрый ДК, быстрый Тег. И переход финдов против и Fast Expansion. Но Fast Expansion это нету, Токс не играет такое. Заводы по производству туалетной бумаги не платят за электричество. Я видел видос, это вообще ништяк. Чувак в магазине такой вывозит, ну, тачку туалетной бумаги и орет, Туалетная бумага! И куча народу к нему такие, последний хитах дойдет. Только по одному. Я такой, боже мой, ЛС китайцы. Это классная штука. Во-первых, там нет никакой вышки. Один Lightning Shield даже подрезанный. Ой, шелел, Койл. Господи. Ай, такие биты все. А магаз есть тайминговый? Тайминговый магазин делается по таймингу. А скелетов-то больше нету, Бобе. Ну, там труп, 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 труп. Финд есть. Ай. Скелетов нельзя кастовать. Хочется. А, КД ты имеешь в виду? А, его нет, в принципе, его. Жесла. На финдица, но на финдица как-то... Жирный финда отдавается за двух-трех рабочих. Не, я бы зашел просто такой, с ноги. Просто с ноги. Ну, я не профессионал. Ты уже зашел в четвертом туре. Блядь. Ой, блин, нет. Прости, Соколик, я... Вот это я зря сказал. Ты отлично отыграл. Это игра, которую я с тобой прокомментирую. Да я понял уже. Я старался, блин. Вчера как старался. В последнем раунде проиграл. Ты не прошел вчера тоже? Блин, я не... Давай не будем об этом. Просто, просто вот... Вот давай по игре. X-Lord. Ты его убивал в финале... Я всех убивал. Ну, X-Lord вообще щегол, да? Не, ну, он молодец, он хорош. Ну как, он же там тоже трэш-ток, все дела. Ну да. Ну так. Ну а... Я! Так. Если я вспомню, как я всех их замочил. Из лузер-брекета в ЭЦГ-2010. Я танцевал на столе, когда сначала убил X-Lord, а потом убил Хазу Опса в двух best of three. На последних хитах. Это было так клево, Миш. У меня прям до сих пор с веса стекаются мои щеки. Так пора уже утереть и двигаться дальше. Пока так и будет. Да. Стать предпринимателем и получить 35 государства. Да. И разрабатывать вирусы, чтобы обузить систему. В следующий раз в комменте игры Соколика со стиха. Он знает, как с ним нужно. Вообще, это хорошая идея, потому что наверняка кто-то из наших зрителей не очень хорошо разбирает... Зачем вам эти чемпионы, которые рассказывают, как надо играть, а потом отлетают в первом туре? Можно поговорить с... Может, перестанешь меня троллить? Мне что-то становится больно, по-настоящему. Прости. Можно в качестве эксперимента по-по-по-по-комменте со стихами. А тот тем временем идет ставить базу. Ты посмотри. И отлетает назад, потому что увидел сгалотом скелетика, который бежит. Блин, грамотно, конечно. Вообще. Mind Games выше. Хороший девайс получил X-Lord, увеличивает регенерацию. Этот камень Hellstone, который... И убегает. Получил девайс, убегает, потому что думает, что тот прибежит к нему. Но тот не бежит туда. Эвэйджин? Угу. Мне очень нравится Эвэйджин. Вот все продают и сливают. Да-не, не скажи. То есть спереди стоит. Во-первых, кто-то не продавал в прошлой игре его. Да и вряд ли кто-то из опытных, кто за танков нормально стоит, продает Эвэйджин. Ну, раньше все продавали. Еще они из Ява продавали. Потом поняли, что это изи плюс 15 HP. Процентов. Ну, не совсем, но только против физики. Математически так и есть. Ну, он не блочит, в отличие от амулетика, который те же самые 15 дает магический урон. У него есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что эффективность HP повышается. То есть тебе проще лечиться, а HP как бы больше становится. Но маги он не блочит, видишь? Опять Эвэйджин. А, не, не опять Эвэйджин. Опять Эвэйджин стакается сразу. Соберем 3, получим 50 плюсов. Априкидываешь? Димон неубиваемый 30. 30 еще плюс 45. Ну нет, подожди, можно весь инвентарь. 90. 90, 120 Эвэйджин. Это какой-то хит нужно, чтобы пробить его. Только рифлы с грейдами смогут это сделать. Стрим со стиха нанесет психологическую травму соколу, а он живет в Германии, и жена в суде работает. Затаскает посуду. А, я думал, он пойдет. Икслорд красную точку при этом крипит уже, получит 3-го дича. И, скорее всего, он успеет. МК сзади, но у него есть... Ай-яй-яй-яй, вот куда в последний момент магнотавр-разоритель? Предатель. На самом деле, Икслорд сам немножко виноват, потому что он убил сначала какую-то шпану, просто откровенно говоря. Ой-ой-ой. Не-не, нормально, паучки такие последние. Теряет Тодд одного приста и второго. Потеряет. О, как? Что? Что? Зачем? Я бы ливнул на месте Тодда просто. А, ты же помнишь, как тот психовать любит? Ну, любил, по крайней мере. Вот такие моменты. Особенно с грубым там. Они когда с Грабби играли, там, десятки, сотни игр тренировались вместе. Были темы, что на турнире встречаются. Какая-то происходит в игре, ну, какая-то реально со стороны кажется мелочь. Ну, то есть там подрезает двух футменов, и тот ливает. И ты не понимаешь, что происходит. Ну, ты же понимаешь, что если там ты со своим тиммейтом наиграл там много-много, можно сказать уже, что с определенной вероятностью после неудачного старта, там, шансов совсем мало. Поиграешь. Да, вот что вы уже там друг друга знаете, и наиграли. Нечем не удивить. В общем, своя история. Но со стороны это казалось, что вообще какой-то псих играет, неуравновешенный, который там потерял двух футов, без ГГ ливнул. Ну, при этом X-Lord здесь побеждает. Победит. Архимаг вышел, но... Ну, скорее всего... Какой-то хлебушный, смотри. Да. Скорее всего, просто не уследил тот. Он послал через атаку, и... Я вчера так же проиграл. Один в один. Да, так же. Я прям не уследил за ним. На ТСе, который... Нет, здесь тот проигрывает, да. Даже менты не помогают. Архмаг, кстати, довольно сильно рискует. Тут все могут свечиться на него, койл нова. Хотя новой нет, но койл есть. Ну, койл есть. Не, решает просто... Полномерно убивать мелочевку. Дестройер появляется, первый дисплейт элементалей. Финда закапывает. Ну, элементаль убивает дестра. Койл надо... Эй! Что прилетел, делся креслан такой. Оп, минус Архмаг, ну все.